По всей Эстонии на сегодняшний день таких гимназий 44. А что касается Таллина, то под угрозой находятся три школы. Гимназия Кристиная, где обучаются 78 учеников, в Исмайской русской лицеи 92 ученика и в Таллинской еврейской школе сейчас 95 гимназистов. Директор Исмайского русского лицея считает, что если результаты экзаменов и теста ПИСа высокие, то, наверное, такую школу закрывать не надо. Пусть она и не совсем вписывается в нужные рамки. Прежде чем принимать подобные решения, неплохо было бы задаться вопросом, почему в одних школах больше, а в других меньше гимназистов. Запрос очень большой и уже с первого класса в нашу школу рвутся. И вот в Исмайском русском лицея 1100 учеников. Но мы хотим, чтобы школа была безопасна и чтобы школа работала в одну смену. Мы не можем больше принимать учеников в 10 класс. Что же касается Таллинской еврейской школы, то там преподаются еврейские истории, традиции, музыка. И все это начинается с первого класса и заканчивается на гимназической ступени. И таким образом придется еврейское образование прервать на полпути. Имеется договор между Министерством образования Эстонии и Израиля с тем, что есть общие программы. Из Израиля ежегодно приезжают в Эстонию, в Таллинскую еврейскую школу учителя, которые и преподают во многом еврит и историю. Поэтому я себе плохо представляю, как это возможно на сегодняшний день. Также, по словам Аллы Яковсом, совсем это трудно представить после того, как президент Аллар Карис буквально на днях принимал участие в торжественной церемонии, посвященной столетию здания еврейской школы. И особенно странно слышать о подобных планах в недавно начавшемся году многообразия культур. По словам вице-мира Таллина Андрея Канты, родителям и ученикам этих школ беспокоиться не стоит. Если школа предлагает качественное образование, а здесь, несомненно, в этом контексте так оно и есть, конечно же, не стоит беспокоиться о том, что эти гимназические ступени будут закрыты. Во всяком случае, город не намерен, как владелец школы, принимать такое решение в отношении конкретных этих школ. Канты подчеркнул, что Таллину важно качество образования, а не просто цифры в таблице Excel, и с этим трудно не согласиться. Лена Туровская, Илья Бань, Петр Улевань. Новости Таллина.